Суд поставил точку в деле осажена Юлии Эрнеденко. Обвиняемого Павла Губина осудили на 15 лет. Кроме того, полностью удовлетворили гражданский иск. Потерпелых позов задоволен на 300 тысяч гривен, прокурора позов задоволенный на 5 тысяч гривен. Суд своим приговором опроверг доводы стороны защиты, что те вещи, на которые обращаю внимание, что их якобы нет в материалах дела. Суд не только привел ссылки, в том числе и мои слова, но и даже указал листы дела и тома, в которых это указано, где, как, в частности Губин, к примеру, менял показания. Несмотря на решение суда, мать Губина уверяет, что это не конец, и ее адвокат уже готовит апелляционную жалобу. Я уверена, что будет апелляция и касация, потому что проплатить следственные органы невозможно будет только на касации, которая происходит в Киеве. Это всего лишь навсего районный суд. По большому счету, я, конечно, вслух не говорила, но я рассчитывала на этот приговор. Сама Юля, она абсолютно не говорила, что Паша ей что-либо сделала. Да, он как бы психанул, что какая-то сидит нетрезвая девочка, разлила типа сок. Да, естественно, мой сын очень брезгливый, я этого не скрываю, ему это не понравилось. Но это же не мотив для поджога. При этом она сказала, что она абсолютно не помнит, кто это с ней сделал. Но при этом, девочка не помнит, но при всем при этом она, оказывается, была, со слов Синсеневича и Гнеденко, она, оказывается, была в состоянии встать его и ударить. Тут она была в состоянии, а помнить она ничего не в состоянии. То есть, как бы настолько все не складывается, и почему-то суд эти нюансы вообще все не поучидывал. То есть, все гладко, вот как предоставила прокуратура, так оно и поехало. Суд постановил, что до исполнения приговора Павел Губин остается постражей.